Всем привет, с вами Билли. Вот и подошла к концу первая десятка обзоров. И я решил сделать такой итоговый подкаст. Он был между пятерками и теперь в конце десятки. Ну что ж, уже довольно неплохо так сделано. И набралась первая двухсотка. Я, в принципе, очень рад и не рассчитывал на такой быстрый результат. Я думал, что буду сидеть в нулях еще очень долго. По крайней мере, первый год, наверное, точно. Но как-то все хорошо отреагировали на это и поддержали мой проект. Я очень рад. Я большое спасибо говорю друзьям, которые помогли мне и подписались на канал. И просмотров мне сделали. И ставят пальцы вверх. Это прекрасно. Я люблю вас, ребят, за это. Молодцы. И вы, конечно, показываете своим друзьям. И это тоже замечательно. Есть люди, которые со стороны просто приходят посмотреть. И это тоже радует, что я попадаюсь все-таки в запросах в гугле или в самом ютубе. И интересуюсь чем-то для того, чтобы зайти, посмотреть это. Надо заинтересовать. Почему я захожу на Мэдисон или на Хованского или на тот же Комедос? Чего я начал вообще Павлика смотреть? Потому что меня заинтересовали. Раз ко мне заходят и смотрят, значит, я тоже чем-то заинтересовал. Это хорошо. Я ценю ваше внимание, ребят. Всех тех, кто смотрит мой канал, кто подписан. Кто просто заходит посмотреть, что у меня происходит и что я такое вообще делаю. Итак. Первая пятерка обзоров была начинающей. И, в принципе, я так немножечко похалтурил, писал хреново и звук был не к черту. Вот. Со звуком ничего не могу поделать, потому что микрофон такой. И я здесь абсолютно не виноват. Денег пока нет. Обязательно возьму нормальный микрофон и начну нормально писать. В принципе, качество видео... Ну, единственное, что это... Это Need for Speed World, который я делал первым. Ну, там была другая программа, поэтому получилось немножко косячно и качество не очень. А все остальные уже начал снимать фрапсом и нашел замечательное решение такое, как Cyberlink PowerDirector. Он делает хорошее качество видео и при этом оно немного весит. Это удобно заливать на YouTube и, в принципе, не теряется качество сильно. Итак, как я уже говорил, был Need for Speed World Online. Потом... Был прототип второй, который мне понравился. Был Люциус. Был вафельный Deep Space 3. Также третьим обзором... Так, стоп. Или вторым. Что-то я забыл, по-моему, да? По-моему, что-то забыл. Кризис. Кризис. Вспомнил, да? Коллапс. Точно. Был еще маленький обзор на коллапс. Это потрясающая игра, которую я, в принципе, давно уже играю. Да, потом, после первого подкаста, был обзор на танки онлайн с моей сестрой, которая задорачивает в них днями и ночами. Ну, конечно, извините, извините, играет. Играет днями и ночами и знает все и вся. Ну, на меня почему-то это впечатление не произвело. Потом был обзор мейловского Warface. Так началась серия обзоров Warface. Серия обзоров Mail.ru, конечно же. Вот. И начали мы с Warface вместе с Ишимурой. Или Дельта Кинжалом, как он называется в игре. Вот. Потом появился у меня шутерочек Джерика, довольно старенький, но, в принципе, неплохой. Похожий на пейнкиллер. Что-то такое, в принципе. Мне тоже он понравился. Я тоже его прохожу вместе с кризисом, параллельно. Потом был наш обзор втроем. С Ишимурой, в принципе, кастовым. Много разговаривали, обсуждали MMORPG, как таковые. И вообще все, что связано с ними. И потихоньку говорили про сам Драгон Нест, в принципе, который тоже никакого такого, ничего такого не вызвал. В принципе, обыкновенная игра и даже немного не стоящая. Единственное, за что я сел мне играть, это, конечно, мило оформленные персонажи. Это просто вообще сказка. Ну, посмотрите, узнаете. И вот сейчас последний я записал обзор на... Ну, не последний, крайний. На Perfect World, который нравится девушкам. Это такая девчачья MMORPG. Которая тоже, в принципе, ничего такого хорошего во мне не вызвала. Я полностью разочарован в ней. В нее играла одна из моих девушек. Помню, жутко просила меня перейти к ней. Я все-таки перетащил ее на линейку, хоть и ненадолго. И я понял, что я, в принципе, не зря не пошел тогда туда, на этот чертов Perfect World. Он действительно вафельный. И вот, я не знаю вообще. Это самая мутная игра, по-моему, из всех MMORPG. Мне вчера даже в Dragon Neste веселее было. Ну, что ж. Поговорим о планах, наверное. Всем интересно, что будет. Да, кафе я обманываю. Никого нахер не интересно, что я буду делать дальше. И даже друзья мои, которые просто зашли посмотреть и поддержать, в принципе, тоже ничего хорошего. Я больше, чем уверен, во мне не находят. И заходят и смотрят так для галочки, просто чтобы просмотров дать мне, и чтобы я радовался. Спасибо, ребят, конечно, за это. Но, может быть, кто-то все-таки интересуется тем, что будет дальше. И еще чем-то таким. Господи, волнуюсь ужасно. Не знаю почему. Я продолжу серию Mail.ru игр. И хочу, чтобы они вообще все вошли в мои обзоры. Я это сделаю. Они качаются довольно быстро. Mail.ru, наверное, имеет какой-то договор с провайдерами интернета. Потому что скорость действительно очень большая. Даже больше, чем у меня максимальная скорость вообще на модеме. Я не знаю, как это происходит. Но Mail.ru качаются у меня очень быстро. Вот в этом, в принципе, плюс Mail.ru. Поэтому я продолжу серию Mail.ru обязательно. И дообозреваю все игры, которые у них есть. Начну серию Fogame. И сделаю обзоры на них. Начну с моей любимой линейки, конечно же. И еще в APB я играю. И что-то еще такое Fogame. У меня было, не помню. Вот. Поэтому Fogame будет обязательно. Сделаю несколько бесплатных игр от Steam. Возможно, получу ключ на Dota 2 и сделаю серию гайдов. Которую, в принципе, давно уже планирую. Но что-то как-то все не вяжется с ней. Возможно, договорюсь с Steam. Если будет достаточно просмотров и подписчиков у меня. Что действительно будет вид того, что у меня есть какая-то популярность. И мое мнение действительно что-то значит. Тогда я получу доступ к Steam. И буду обозревать их игры. Но на это пока не загадываю. Обязательно будет обзор на прототип. Второй, по крайней мере. Первый мне очень нравится. И я смотрел обзор у Мэдисона. В принципе, там как-то и сказать больше о нем нечего. И смешнее и веселее, чем он. Я уже его не сделаю. Но я обязательно расскажу и о первом. И скачаю второй. Покажу. Потому что второй сущее дерьмо. И вы посмотрите на это. Будет серия обзоров. Не серия. Я, скорее всего, умещу это в один кастовый обзор. И сделаю полный обзор по всем Worms, которые я смог найти. И выделю, какая мне больше нравится. И какая действительно интереснее. И в какую стоит поиграть. И одному, и в компании, и друзей. И вообще. Вот. Будет серия обзоров Orange Box. Это игры серии Valve. Ну, компании Valve. Такие как Portal. И Half-Life. И даже Garry's Mod. Я все-таки нашел его полный. И, наверное, сделаю даже обзор на него. Ну, как обзор. Конечно, это будет что-то такое маленькое. И показывающее, из чего он вообще состоит. Полных функций я открывать не буду. Кому понравится, зайдет, скачает и поиграет. Если это вообще игрой можно назвать. Будет Medal of Honor. Но, скорее всего, только Airborne. Потому что остальные, в принципе, и так часто встречаются. Первая просто недостойна того, чтобы вообще на нее смотреть. Потому что она, не знаю, ну, на Sega, по-моему, красочнее игры делали, чем она. Можно было сделать на вторую. Но вторая попадается кругом и всюду. И она похожа на такие игры, как Call of Duty. Некоторые, где там высаживаются на остров с кучей мяса. Ну, короче, не стоит тоже того, чтобы на нее смотреть. А вот Airborne, действительно, это прям отдельный жанр, походу. И на него стоит взглянуть. Будет несколько таких прыгалок, бегалок, паркуровок. Таких, как Getting Up. Я хотел сделать на Assassin's Creed, но как-то... Все уже знают, что такое Assassin's Creed. Зачем его показывать? Вот. Поэтому после Getting Up, я даже не знаю, что будет. Будет Ninja Blade, но я точно не знаю, что там. Я ни разу ее не видел. Вот. Я придумал серию флэшбэков. Именно так ее назвал. Это будут приставки. Приставки и разные избранные игры, которые я играл в детстве и в юношестве. И вообще мне нравятся по сих пор. Будут такие замечательные приставки, как Dendy, Sega и PlayStation. Ну, конечно же, в исполнении эмуляции на ПК. Будет несколько онлайн игр, не вошедших в другие серии. Это симулятор гонок. Как это симулятор гонок? Скорее... Скорее симулятор Тетриса, не знаю, чем гонок. Аудио сурф. Будет серия игр Command & Conquire. Обязательно. Прям целая серия. Потому что я хочу обозреть их абсолютно все. С самых первых и до самой последней четвертой части, которая сейчас вышла. Будет серия обзоров FlatOut. Нет, не серия, а будет общая. Общий подкаст FlatOut. И я покажу просто их все и выскажу свое мнение к каждому и вообще к FlatOut как таковому. Видел у Black Silver летсплей и у кого-то обзор на I Am Alive. И, наверное, тоже обязательно ее покажу. Да, мне в принципе она тоже понравилась. Будет большой обзор на серию Max Payne. С самого первого и до третьего последнего. Из онлайн-игр будет еще Stalker Online. Я сравню его с локальными. Тени Чернобыля, Зов Припяти и Чистое Небо. Вот. Ну, он в сравнении ни в какой не идет. Но я покажу, конечно. Вот. Будет несколько локальных RPG. Таких, как Трудно быть Богом по книге Стругацких. Хочу затронуть Моровинд. И рассказать его различия с Обливианом и Скайримом. И почему я люблю именно Моровинд, а не Обливиан и Скайрим. А остальные просто терпеть не могу. И мое отношение к выходящей Elder Scrolls Online, конечно, будет там же. Вот. Ну, в принципе, я и так довольно много, мне кажется, вам уже открыл. Вот. Ожидайте. Будет... Кстати, да, забыл. Будет серия старых игр. Таких, как Blood, Duke Nukem 3D. И еще несколько достойных внимания игр. И вот... На каждый будет отдельный обзор, даже, скорее всего. Не буду объединять это все в одно. Так что... Так что смотрите. Смотрите, подписывайтесь на канал. Ставьте, мне нравится. Хотя, в принципе, на лайки никогда не работал и не собираюсь. Мне гораздо важнее количество просмотров и подписчиков. Ну, а самое главное, это, конечно, количество довольных людей после просмотров моих видео. И, возможно, даже такие есть. Поэтому... Поэтому оставайтесь с нами. Заценивайте. И, возможно, я начну делать что-то хорошее и даже что-то смешное. Всем всего доброго. Хороших предстоящих праздников. Тут скоро 23 февраля, потом 8 марта. Я обязательно сделаю обращение, конечно, и к девушкам, и к товарищам, к пацанам. И буду делать праздничные обзоры, конечно же, и по чему-нибудь девчачьему, и по чему-нибудь пацанячьему. Хотя, кстати, мне эта идея пришла только сейчас в голову. Но хорошо, что вспомнил. Обязательно это сделаю. Вот. А пока оставайтесь со мной. Опять-таки смотрите канал. Подписывайтесь. Пишите комментарии. В комментариях пишите, что хотели бы еще увидеть. Я обязательно все рассмотрю и все сделаю. Хоть и времени сейчас как-то не так много. Все. В учебу, в работу. В поиске квартиры. Ну, в общем, что-то вот так вот. С вами был Билли Софтвэр. Пока. Просто пока. Субтитры сделал DimaTorzok